Важный этап в строительстве моста, который соединит Крым и Краснодарский край. В Кирченском проливе начали соединять пролетами морские опоры. Предстоит возвести конструкцию на четырех участках. Подробнее Александр Евстигнеев. Медленно, но верно полотно Крымского моста продвигается вперед, уже над морем. 20 сантиметров в час. Нам пришлось увеличить скорость видеокадров в несколько раз, чтобы этот процесс можно было увидеть невооруженным глазом. Впрочем, темп приличный для конструкции такого масштаба. Всего на объекте строительства четыре морских участка, включая участок над фарватером. Их протяженность более 6 километров из 19 километров трассы мостового сооружения. В общей сложности на данных участках будет установлено более 50 тысяч тонн металлоконструкции автодорожного моста. Дорожное полотно собирают словно детскую железную дорогу, только гигантского размера, из множества одинаковых фрагментов, которые стыкуют друг с другом. Поскольку работы ведутся над водой, было бы сложно укладывать каждый новый пролет впереди. Разве что с помощью авиации применяют другую технологию. Пролеты пристыковывают сзади, а потом выдвигают всю конструкцию вперед. Так называемый метод надвижки. Надвижка представляет собой следующий процесс. Пролетное строение опускается на салазки, которые скользят по стапелю. А с задней части устанавливаются толкающие домкраты. Они толкают пролетное строение в море, и оно постепенно доходит до фарватера. Таким образом мы надвинем порядка двух километров. Способ сложный, но надежный. При этом впереди сооружают новые опоры, то есть работы ведутся параллельно, так быстрее. Продолжаются работы по погружению трубосвая. Далее производятся работы по бетонированию опор моста. И на готовые опоры моста будет производиться надвижка пролетных строений. Данная технология позволяет нам в качественный срок выполнять все поставленные задачи. Опоры разной высоты. Перепад до 30 метров. В общей сложности Крымский мост будет стоять на 600 ногах-опорах. В землю и морское дно забьют 7 тысяч свай. Примерно половина работы уже проделана. Вот как мост через Керченский пролив будет выглядеть в итоге. Компьютерная модель. Автомобильная и железная дороги, объединенные в единую систему. Первые машины с материка в Крым проедут в декабре 2018 года. Первые поезда в декабре 2019. Александр Евстигнеев, Первый канал.